В центре внимания специального штаба, члены которого проверяют ход выполнения задач по наведению порядка на земле, в этот раз оказался Барановичский район. По словам специалистов, определенная работа в данном направлении ведется, однако далеко не на всех объектах и порой не в полной мере. Отмечая положительный опыт работы Барановичского райисполкома, сельских исполнительных комитетов, хотела бы отметить то, что все-таки недостаточно приняты меры по наведению порядка на производственных объектах сельскохозяйственных организаций и прилегающих территориях, вовлечении в сельскохозяйственный оборот пустующих земель, содержанию внутрихозяйственных карьеров и рекультивации нарушенных земель. Не являются исключением и факты загрязнения бытовыми отходами территорий населенных пунктов. Это территории общего пользования. Более 60% выявленных нарушений уже устранено. Для решения оставшихся проблем необходимо время. Однако и в этом случае контроль за ходом их исправления самый серьезный и сроки для решения определены конкретные. К примеру, большинство садов, которые уже отжили свой век, должно быть раскорчевано к весне будущего года. Я видел эти сады. Там за два месяца их не сделаешь. Мы понимаем. Но там, где сегодня есть 10, 15, 20 этаров в хозяйствах, должен быть наведен идеальный порядок. Первый вопрос основной части заседания был посвящен деятельности потребительской кооперации Брестской области. Усилия кадров структуры в минувшем периоде были направлены на выполнение задач, поставленных главой государства Александром Лукашенко на отчетном собрании Белкопсоюза, а также устранение замечаний, озвученных в ходе совместного заседания Облпотребсоюза, Комитета государственного контроля и прокуратуры в сентябре 2014. Задачи, поставленные перед нами главой государства, были детализированы в цифрах и нашли свое отражение в комплексном плане. Из 19 пунктов мероприятий выполнено 17 или 90 процентов. Не обеспечено выполнение по двум – это увеличение удельного веса безналичных расчетов до 18% при факте 15% и непродовольственной группы товаров в объеме реализации до 25%, факт 14,5%. На выполнение последнего пункта об увеличении производства и реализации непродовольственной группы товаров Облпотребкооперации необходимо обратить особое внимание. В торговле есть ниши, которые в настоящее время, особенно в сельской местности, еще не заняты. Именно они и могут при грамотном подходе принести серьезный доход. Смотрим, частники открывают строить магазины, строить материалы в населенных пунктах сельских, а торговля наша, имея пустующие магазины, к сожалению, этим делом не занимается, потребкооперация, вы упускаете нишу. Вы должны были 25% по заданию непродовольственных товаров в товарообороте иметь, продажу. У вас 14, к сожалению, всего-навсего. Это вот тот показатель, который надо обратить внимание и серьезно поработать. И под заявочки населения, вы же работаете с сельским населением. Под заявки. Завершил заседание Брестского облсполкома вопрос, касающийся совершенствования работы с руководящими кадрами. В настоящее время в государственных органах управления работает более 8,5 тысяч человек. Из них государственных служащих чуть более 6 тысяч. В кадровом резерве области более 60 человек. С целью повышения эффективности деятельности госаппарата регулярно проводятся аттестации и проверки сотрудников на соответствие с занимаемым должностям. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров проходят на базе Академии управления при президенте, а также в рамках специальных курсов и программ.